Здравствуйте! Вас приветствует канал Шинный Эксперт и его постоянный ведущий Владимир Вавилов. Всем привет! И как всегда со мной в студии многословный, многоэпитетный великий Андрей Назаров. Здравствуйте! Вашему вниманию мы сегодня представим обзор зимних шипованных шин из Китая. Подборка была выбрана следующим образом. На сегодняшний день на рынке отечественном шинном присутствует более 50 различных китайских шинных производителей. И разобраться в этом обычному обывателю практически невозможно. Представьте, когда у вас на полке стоит 50 черных шин, все они с шипами. Практически многие из этих шин неизвестны. Что выбрать? Еще раз повторюсь, это не агитка. Мы никого не агитируем. Мы просто вам расскажем о технических возможностях и тех решениях, которые применил производитель. А выбор уже будет за вами. Может быть вы из этих семи шин, о которых мы расскажем, не выберете ни одной. А может быть и среди них окажется та шина, которая именно ваша. Ну и все-таки еще раз обращу внимание, что в обзоре принимают участие шины тех брендов, которые действительно заслуживают обратить на них внимание. У которых есть научно-технические базы, которые не первый день на рынке, которые представлены не только в нашей стране, а повсеместно по всему миру. Пожалуйста, обратите внимание. Мы для вас старались. Главное, что у них есть легенда продаж. Понимаете, уже есть первые отзывы. Это главное. То, что потребитель уже так или иначе эти шины поэксплуатировал. И мы вот по этому принципу тоже эти шины отобрали. То есть они уже известны и люди как бы за них проголосовали. Ну и первый участник нашего сегодняшнего обзора Лиао Винтер Дефендер Гриб. Бренд мало, наверное, кому-то не из специалистов известный. Но опять же, это дочерний бренд компании Линк Лонг, входящего в топ-3 крупнейших производителей шин из Китая. Это действительно заслуживающий внимания производитель. Располагает научно-технической базой, собственной для разработок. Шины представлены практически во всех странах мира, абсолютно точно на всех континентах. Очень популярный в Европе производитель. Ну да, для нас Линк Лонг тоже, я думаю, для многих из наших автолюбителей это тоже новое название. Хотя легалий у этой компании достаточно. Итак, Лиао Винтер Дефендер Гриб. Уже были ролики об этой шине. Но все равно мы ее вставили в наш топ, потому что, повторюсь, она уже завоевалась в его определенного пользователя и потребителя. По традиции начинаем всегда с рисунка протектора. Почему? Потому что есть характеристика, которая дает определенную выгоду. Направленный рисунок всегда это хорошее очищение и, соответственно, хорошая тяга. Ну, Лиао не стал исключением, применив такой тип рисунка. Да, ну и кроме характерного направленного рисунка, стоит отметить, что шина является шипованной. В данном случае 110 шипов. Это, ну, по сегодняшним меркам, наверное, уже не так много. Но это оптимальное количество шипов, которое необходимо для того, чтобы обеспечивать короткий тормозной путь и хорошие тяговые усилия при разгоне на скользкой поверхности. Но это не чересчур большое количество шипов, которое ухудшает характеристики на асфальте и увеличивает шум. То есть это действительно такое эталонное оптимальное значение. Кроме того, большое количество разнонаправленных зигзагообразных ламелей обеспечивают огромное число именно зацепных кромок, которые также позволяют шине тормозить и разгоняться на асфальте, на обледенелой дороге, на мокрой дороге, на плотно накатанном снегу. Ну, ты сразу прям столько информации дал, так сказать, в своей вот этой красочной речи. Значит, мы говорили о рисунке, друзья, он направленный, хорошо очищается, дальше идет управляемость. Это есть вот центральное ребро, которое сформировано трапециевидными вот этими блоками, вы видите, с острыми краями. Это то, что будет помогать вам тормозить, и вот эти ламели, о которых сказал Андрей, это то, что будет создавать зацепляющие кромки. Напоминаем, что ламели у нас очищает блок, она создает зацепляющую кромку, и когда вы поворачиваете его вправо, она блок стабилизирует, части смыкаются, и блок занимает жесткую позицию. Плечевые блоки вы видите с зубцами, этот элемент применяется производителем для поперечной устойчивости, когда в виражах. Да, Андрей сказал, что здесь классическое количество шипов, потому что раньше шинники сохраняли центральную часть с резиной для сцепления на сухом покрытии, а потом все ушли в маркетинг и стали использовать решение, которое применяется для спортивных шин. Именно там шипы выносятся в центральную часть, потому что там они эксплуатируются чисто на обледенелых покрытиях. Что еще можно добавить? Глубина протектора здесь 12,8, то есть шина создаст хорошую тягу и захватит большое количество снега. Канал, с одной стороны, такой плавный, это хорошо для слоя шпленинга и очищения, это можете тоже использовать, хотя потом он немножко ломаный и выходит практически по 90 градусов для тяги. Твердость резиновой смеси здесь 57,5 единиц при комнатной температуре, но при минус 17, когда мы замораживали, она показала 61 единицу. Вот, наверное, практически и все. Здесь однослойный каркас из полиэстера, два слоя брейкера, полиамид, есть защитный буртик для диска, боковинка довольно упругая, то есть получите достаточное количество комфорта, но в то же время она такая жесткая, что позволит ей противостоять различным внешним воздействиям. Наверное, все, что можно сказать об этой шине, направленная, шипованная, большое количество ламелей, глубокий рисунок, по шумности, ну, я думаю, она будет средняя, потому что, в принципе, канал не настолько широкий, не так много воздуха и шипов немного, вот, ну, наверное, все. Я бы еще добавил одно из лучших соотношений цены и качества. Следующий участник нашего обзора – это шина от бренда Antares, модель Grip Ice 60. Тоже им шина имеет ярко выраженный направленный рисунок, но здесь также стоит обратить внимание на то, что шинный бренд Antares был создан совместно с участием знаменитейшего японского шинного производителя Bridgestone, который поделился технологиями, оборудованием и методами производства. Ну, для меня эта шина особенно дорога, потому что я эксплуатировал как раз вот этой зимой 2023-2024. Что я могу сказать? С точки зрения эксплуатации зимних шипованных шин, у меня он не многочисленный, потому что я долгое время ездил на нешипованных шинах, направленный рисунок я брал, исходя из того, что он очень разряженный, глубина здесь протектора 13,3, вот, я сразу же подразумевал и понимал, что рисунок этот будет выздавать достаточно большую шумность, но при этом создавать хорошую тягу. И не ошибся, при той снежной зиме, которая была вот в прошедший период, эта шина меня выручила практически во всех ситуациях, что касается вот рыхлого снега, свежевыпавшего, центральное ребро здесь формировано вот такими как бы щитами, они связаны мостобразными перемычками, два ряда вот блоков, которые отходят в сторону с зубцами, зубцы по краям плечевых блоков, то есть поперечная устойчивость, прямолинейном направлении, эта шина вела себя практически в этом идеально, плюс еще между блоками сделаны такие насечки, здесь тоже это для, опять-таки, очищения и создания поперечной устойчивости, здесь твердость протектор 57,5 единиц, смесь очень эластичная, при морозах она тоже вела себя достаточно хорошо, я даже не знаю, что можно добавить, единственный, да, недостаток, я сразу говорю, она шумная, но это оправдывается вот созданием отличной тяги и прекрасной, так сказать, вот этим управляемостью на заснеженных участках, на льду 110 шипов, да, это не рекордсмен, но при этом на сухом покрытии, с учетом того, что резина есть петня контакта, по устойчивости она была практически на 100%. Ну, я бы еще отметил, что шипы распределены неравномерно по всей площади, а в основном в плечевых зонах, при этом центральная часть протектора остается свободной от шипов, и это обеспечивает лучшие сцепные характеристики на асфальте, это тоже стоит отметить, это очень такой важный фактор. Ты как бы еще раз, я уточнил это, я тоже сказал, ну хорошо. Кроме того, модель имеет защитный буртик, то есть вы можете не так опасаться парковаться возле бордюров, двухслойный каркас из плеестра, два слоя стали и один слой нейлона. Да, боковина, она чувствуется, что она хорошо защищена, но при этом упругость есть, она может гасить неровность дорожного покрытия, и с точки зрения моей эксплуатации, да, она комфортна. Ну, также видно некоторые детали, которые применяются в основном в шинах топ-брендов, да, и здесь вот уже прослеживается родство какое-то с бричистованным. Вокруг каждого шипа специальные колодцы, которые позволяют изымать ледяную крошку при торможении, то есть это характеристика таких шин высокого уровня. Ну и концентрация большая разнонаправленных зигзагообразных ламелей, тоже которых создает большое количество зацепляющих кромок для сухих и мерзлых покрытий. При этом шины бренда Antares имеют очень привлекательную стоимость, поэтому обратите на них особое внимание. Представляем вам модель X-Privil S500 от производителя TrackMax, и именно эта шина особенно близко в данном случае мне, потому что в предыдущем зимнем сезоне 2023-2024 года на своем личном автомобиле я эксплуатировал именно эти шины. Назаров Тайрс. Начнем с общих характеристик. Шина имеет ярко выраженный направленный древовидный рисунок протектора, большое количество разнонаправленных ламелей, образующих огромное количество зацепных кромок. Но главной особенностью является то, что эта шина рекордсмен по количеству шипов, 270 штук, это действительно выдающееся количество, но особенность есть, шины, шипы узкие, и это как раз таки отличает то, что шина не издает излишнего шума, но при этом обеспечивает сверхвысокие сцепные характеристики на скользкой поверхности. Я убедился в этом на личном опыте. Шина действительно акустически комфортная и крайне безопасная. Мы не будем суе упоминать великого шинопроизводителя, который использует такой тип шипа. Просто добавим, что этот шип сделан, прародителем его был раллийный шип, он куносообразный, у него очень маленький такой сердечник, получается это как мебельные гвоздики у вас в протекторе. В связи с тем, что еще применено компьютерное моделирование, шипы не издают такой резонанс, Андрей прав, и шина не так шумит. Что еще можно добавить и от шипов на финском профессиональном роботизированном оборудовании, которое также говорит о качестве этого шипа? В подтверждение этих слов я хочу сказать, что ни одного шипа не было потеряно за весь сезон. Также вокруг шипов есть специальные выемки, которые позволяют моментально эвакуировать ледяную крошку при торможении. Это также влияет на сцепные характеристики. Кроме того, шины действительно мягкие. Это ощущается и на ощупь, и при эксплуатации. Мягкий высококачественный состав резиновой смеси. Сохраняет эластичность вплоть до действительно серьезных низких температур. Владимир, 54,5 единицы при комнатной температуре. Да, это действительно говорит о том, что твердость характерная для лучших представителей зимних шин. В прошлом году, когда ее только привезли, я их замораживал, эти шины, и вот 54,5 при минус 17 сутки она отстояла. У меня там 57 единиц всего лишь было. Также стоит отметить, что визуально какой-то самый минимальный износ, минимальному износу была подвержена шина. Хотя проехал я где-то в районе 10 тысяч километров, что не так мало. Ну, в принципе, любая зимняя шина, это где-то 4 сезона по-любому. Китайцы не являются исключением, как и многие другие производители. Ну, что мы можем подытожить? Глубина протектора 12,3 здесь. Она не самая глубокая, но я понимаю, почему это сделано. Для того, чтобы еще, с учетом того, что делает Трекмакс очень много больших размеров для управляемости тяжелых автомобилей. Как Андрей сказал, изначально древовидное вот это ребро, которое используют зачастую скандинавские производители. Вот эти ромбовидные блоки, разноправленные ламели, 270 шипов, боковина, да, действительно упругая, что позволит ей гасить неровности дорожного покрытия, минимальная шумность, отличное сцепление. Что еще можно пожелать? Типичный двухслойный каркас из полиэстера, два слоя стали, один слой нейлона, все как положено. Могу сказать, что, да, модель появилась не так давно на рынке, но уже огромное количество восторженных отзывов вы можете встретить в интернете, и мой отзыв не будет исключением. Я действительно рекомендую к использованию и покупке именно эту модель. Ну, тем более, он перед вами стоит живой, Kia Sportage тоже была жива и была продана, так сказать, совершенно хорошо и целой. Следующая шина, принимающая участие в нашем обзоре, это Triangle Ice Link TI-501. Шинный бренд Triangle является одним из самых популярных, а, наверное, даже самым популярным шинным брендом из Китая, потому что представлен уже более 10 лет, но эта популярность на самом деле заслужена. Шины входят в число 5 крупнейших производителей шин из Китая. Число 30 крупнейших мировых шинных производителей представлены на всех континентах, в более чем 100 странах мира. То есть, действительно, бренд заслуживает внимания, свои научно-технические центры, множество производственных площадок. В общем, с регалиями будем заканчивать и перейдем непосредственно к обзору самой модели. Ярко выраженный направленный рисунок протектора, огромное количество шипов, не самое большое из нашего сегодняшнего обзора, но, тем не менее, 196 штук, распределены равномерно по всей поверхности. Что еще добавить, Владимир? Ну, глядя, вот если я смотрю на этот шин, я сразу могу сказать, что здесь производитель подумал еще об управляемости. Обратите внимание, что центральное ребро сформировано вот такими независимыми блоками, но они как бы скомпонованы в центр протектора, тем самым говорят о том, что у вас будет хорошее соприкосновение и пятно контакта. Шипов действительно довольно большое количество. Говорить о том, что на сухом покрытии эта шина будет, как бы, так сказать, выигрыш на себя вести, но не скажу, да? Но с точки зрения поведения на рядовом покрытии эта шина будет практически безупречна, потому что большое количество независимых вот этих дорожек даст вам, так сказать, вот эти стальные когти, которые быстро затормозят ваш автомобиль. Ну, а я могу основываться не на догадках, а на собственном опыте. Если я сказал, что в прошлом сезоне я использовал шины TrackMax, то в позапрошлом как раз таки я ездил на Triangle 501. Стоит отметить, что шина невероятно хорошо себя ведет в глубоком снегу. Из такого зимнего бездорожья мне удавалось без каких-либо проблем выбираться, что, ну, казалось, что это невозможно. Шина, ну, достаточно шумная, но опять же, все шипованные шины шумны, но в целом потребительские характеристики, такие как сцепные свойства, никаких замечаний, претензий к ним у меня не были. А я тебе отвечу, почему ты хорошо ездил и выезжал, и почему она шумела. Дело в том, что, если вы обратите внимание, канал открывается плечевой зону, зону и становится шире. Поэтому это позволяло ему захватывать большое количество снега и создавать хорошую тягу. Но сюда же и заходил воздух, который вибрировал у него, а в сочетании с шипами, это так же, как вот я ездил на Antares Ice Grip 60. Да, шина шумная, но тяговые у него свойства великолепные. Так и здесь. Кроме того, шина оказалась очень комфортной при передвижении по какому-то зимнему, ну, не то, что бездорожью, а по зимним дорогам низкого качества, с ямами, выбоинами, то есть боковина действительно мягкая, упругая и отлично проглатывает дорожные неровности. Ну, реально, вот из всех шин, которые мы снимали, я хочу отметить, даже вот тактильно, действительно, она очень упругая и говорит о том, что вот триангл среди всех моделей, которые представлены, будет наиболее комфортным. Хотя здесь не однослойный каркас из полиэстера, но они сделали экстралоуд. Шина усиленная, то есть за счет непосредственно состава резиновой смеси в боковине. В любом случае, шина является одной из лучших зимних шипованных от китайских производителей в целом, вместе взятых, поэтому точно заслуживает особого внимания. Я как убедившийся на этом наличном опыте однозначно рекомендую. Ну и глубина протектора, возвращаясь вот к тяге, то, о чем говорил Андрей, здесь 12,3, твердость резиновой смеси 54,5 единиц. Великолепная характеристика. Да, это очень хорошо для комнатной температуры. Замечательно. Ну, а мы переходим к следующему участнику обзора. Следующий участник нашего топа это шина LandSpider модель Arctic Trex. Обладает ярко выраженным, направленным, древовидным рисунком протектора, очень сильно мне напоминающим Хакопелиту 9 от Nokia. Да, ну и здесь глубина протектора такая впечатляющая, 12,3 мм, и рисунок разряженный. С точки зрения шумности, я думаю, что он будет, да, выше среднего, но при этом он компенсирует вам и даст очень хорошую тягу на заснеженных участках и быстрое очищение. Также бросается в глаза, насколько качественно и высокоточно выполнены элементы протектора. Зигзагообразные ламели разнонаправлены, специальные выемки в виде лапы какого-то хищного зверя вокруг шипов, с помощью которых удаляется ледяная крошка из пятна контакта. Кстати, о шипах. 158 шипов распределены практически по всей площади поверхности протектора. Шип крупный, имеет круглую традиционную форму сердечника, но опять же, это никоим образом не мешает такому шипу эффективно работать, обеспечивая короткий тормозной путь на скользкой поверхности. Центральное ребро, как сказал Андрей, действительно такое древовидное, которое напоминает скандинавских производителей. Да, есть здесь какие-то определенные вот эти черты, угадываются, дальше отходят вот эти блоки такой сложной геометрической формы с различными выемками. Это то, что поможет вам создавать кромки сцепления и торможения во время движения на заснеженных участках, ну и, конечно, на обледенелых. Вот разнораправленные ламели, о которых Андрей сказал. Зубцы по краям блоков здесь двухсторонние в плечевой зоне, что очень хорошо будет влиять на поперечную устойчивость, особенно при входе в вираж. Ну, также стоит отметить, что традиционный двухслойный каркас, то есть, обеспечивает высокую надежность. Модель выполняется в усиленном варианте, имеет маркировку XL на боковине, то есть, повышенный индекс несущей способности, что позволит вам несколько увереннее себя чувствовать на дорогах с низким уровнем покрытия. Да, и твердость резиновой смеси при комнатной температуре здесь 54,5 единицы, то есть, она довольно эластична, эта смесь. Вот, что еще можно добавить? Наверное, все. То есть, основным преимуществом этой шины, конечно же, будет тяга и устойчивость на льду, я вам сразу говорю. Вот, с точки зрения комфорта, да, она, так сказать, боковинка такая упругая, это будет давать вам, так сказать, возможность гасить неровность дорожного покрытия, но будет шумновато. Ну, тем не менее, по совокупности характеристик абсолютно точно заслуживает внимания. Следующий на обзоре Goodride Ice Master Spike Z506, шинный бренд. Goodride входит в пакет брендов крупнейшего китайского шинного холдинга ZC Rubber. Из нам известных, еще кроме Goodride, это бренд Westlake, имеющий абсолютно аналогичную модель, только под другим брендом. Но не об этом речь. Шинный производитель номер один Китая. Единственный китайский шинный производитель, входящий в топ-10 крупнейших мировых шинных производителей. Действительно, бренд, заслуживающий отдельного внимания по характеристикам, по тому количеству научно-технических мощностей, которые используются при разработке новых моделей и при поддержании разработки действующих. Высокачественные материалы. И самые передовые технологии. Это вот шины бренда Goodride. Направленный рисунок протектора, как говорится, это уже классика жанра. Есть центральный ребро с такими сложенными блоками, выемками. Вот эти выемки используются как снежные карманы производителям, когда вы будете тормозить на заснеженных покрытиях, трение о снег, о снег, создаст еще, так сказать, дополнительное вот отцепление, и вы будете тормозить. Обратите внимание, вытянутые блоки, которые из центральной части переходят в плечевую зону. То есть это дополнительная устойчивость как на виражах, так и для управляемости. Есть, так сказать, один из ведущих мировых производителей, который в одной из своих моделей как раз придумал и предложил вот это техническое решение. Зигзагообразные ламели здесь в этой шине. И что еще самое интересное, что на боковине этой шины вы прочтете надпись Ingeniered by Finland. То есть это шину разрабатывали финские инженеры для Goodride. Ну и косвенно подтверждение этому находит то количество шипов, которое применено при шиповке данной модели 213 штук. Распределены равномерно по всей площади поверхности, тем самым обеспечивая очень короткий тормозной путь, очень сильные тяговые усилия при разгоне на скользкой поверхности. Это в первую очередь является самыми опасными поверхностями в зимний период. И обеспечивать безопасность именно на этих поверхностях является основной задачей любой зимней шипованной шины. Кроме того, специальные выемки вокруг каждого шипа, эвакуирующие ледяную крошку, также помогают обеспечить эти высокие характеристики. Ну, для создания тяги здесь глубина протектора 12,3 мм. Ну, а для того, чтобы работать в зимних условиях, резиновая смесь с силикой. И здесь твердость при комнатной температуре 57 единиц. Ну, хороший показатель. Кроме того, стоит отметить двухслойный каркас из полиэстера, который обеспечивает ту необходимую, надежность, которая должна быть при эксплуатации шин по не очень качественным поверхностям. Ну, здесь, в общем, подытожить можно так. Хорошая управляемость, если выбираете шину как раз вот для этого, и создание тяги на снегу, и плюс сцепление на льду за счет большого количества шипов. Ну, а кому выпала честь завершать наш сегодняшний обзор, вы сейчас узнаете. И заключительная модель в нашей сегодняшней подборке это Sailoon Iceblazer WST3. Шинный бренд Sailoon является одним из самых популярных китайских производителей шин в мире. Второй по объемам производства в Китае. Открывает вторую десятку крупнейших мировых шинных производителей, а проще говоря, занимает 11 место. Бренд невероятно популярен по всему миру. является самым популярным китайским шинным брендом практически во всех странах Европы, Канады и во многих других. Заслуженная популярность подтверждена опытом эксплуатации большого числа автолюбителей. Здесь очень агрессивный, такой зубастый рисунок, зигзагообразное, такое центральное ребро с большим количеством выемок, ломаный канал, глубина протектора 12,3. В общем, шина здесь, она с очень хорошей тягой на снегу, вытянутые плечевые блоки, это устойчивость в виражах, и вот они скомпонованы с центральным ребром, это все сделано для управляемости, вот с точки зрения вообще поведения на различных зимних покрытиях. Зигзагообразная ломель, она с протяженностью по всей площади пятна контакта, это как бы единая у вас будет вот эта кромка сцепления, которая еще улучшится, сцепление на обледенелых покрытиях. Количество шипов здесь у нас 137, отшиповано на прекрасном финском роботизированном оборудовании, плечевые блоки с зубцами для поперечной устойчивости. Здесь твердость резиновой смеси при комнатной температуре 58 единиц. Очень неплохой показатель. Двухслойный каркас из полиэстера, слой неона под протектором, такие детали, также отмечу, как специальные выемки вокруг каждого шипа для удаления ледяной крошки, некое подобие защитного буртика, очень надежный, проверенный вариант. Выпускается уже не первый год, отличные отзывы, участие в некоторых тестах, где она показывает достаточно выдающиеся результаты. На этом наш сегодняшний обзор мы будем завершать. Еще раз хотим заострить внимание, что среди всего многообразия китайских шинных брендов, представленных на шинном рынке нашей страны, вот те шины, которые мы сегодня упомянули в обзоре, это точно беспроигрышные варианты. Остановившись на любом из них, вы получите продукт известного производителя, основа которого это научно-технические разработки, инновации, то есть это не какие-то нонеймы-однодневки, это действительно производители, которые успели себя зарекомендовать не только в Китае, но и во всем мире. Ну и подытожить, Андрей, могу только фразой не агитируем, но советуем. Попросим также вас подписаться на наши каналы в YouTube, Telegram, Zen и Routube. Пожалуйста, следите за нашим творчеством, мы с Владимиром уже работаем над новыми роликами, которые, надеемся, будут вам также интересны и полезны. Всего хорошего. Удачи на зимних дорогах.